Ч-Б-С-И Вы помните, что значит Ч-Б-С-И? Что бы сделал Иисус? Как-то я размышлял о Божьей любви и задумался о том, что бы мог сделать Иисус, что Он сделал и как это повлияло на людей. Сегодня поговорим именно об этом, а также о Его безусловной любви. Что бы сделал Иисус для тех, кто заблудился, кому больно и кто совсем одинок. На этот вопрос очень легко найти ответ, потому что он есть в Писании. Сегодня мы начнем с Евангелия от Луки, но я прочту вам эти строки в немного другом переводе. Вот что там сказано. Мытари и другие известные грешники часто приходили слушать, как учит Иисус. Кто-нибудь из вас знает каких-нибудь известных грешников? Есть ли у вас знакомые, которые известны тем, что могут натворить дел, которые прославились тем, что встали на ложный путь? Но знаете что? Именно такие люди приходили слушать Иисуса. К Нему приходили мытари. Мы можем сравнить их с сегодняшней мафией. Их задачей был сбор налогов. Их нанимало государство, но помимо налогов, они трясли с людей еще денег. Люди ненавидели их, потому что налоги и так были велики. И вот эти мытари, которые были настоящими разбойниками, забирали у людей все больше и больше. Давайте прочтем дальше и посмотрим, что же там происходило. Только послушайте, поэтому... Итак, эти люди приходили послушать Иисуса, поэтому фарисеи и книжники стали жаловаться на то, что он общается с такими грешными людьми, и, Боже мой, даже ест с ними. Такое впечатление, что они ополчились на Иисуса за то, что он не пригласил их тоже преломить с ним хлеб. Но только послушайте, кто злится на это. Это люди, у которых, казалось бы, все есть. Это фарисеи и книжники. Это люди, которые должны знать Библию лучше, чем известные грешники и мытари. Они думали, что понимают Божье сердце, что понимают, какой жизни хочет для них Бог. И вот они видели этих людей, которые жили совсем другой жизнью, и удивлялись, почему Иисус окружил себя такими известными грешниками. Тогда Иисус рассказал им одну историю. И вот Иисус рассказал им одну притчу, что сделает человек, если у него будет сто овец, и одна потеряется. Неужели он оставит 99 других пустыней и пойдет искать пропавшую, пока не найдет ее? «Обожаю эти строки, пока не найдет ее». А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и отнесет домой. Затем он позовет всех своих друзей, соседей и важных для него людей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, ибо я нашел свою пропавшую овцу». Далее Иисус проводит параллель, и мне это очень нравится. Ведь Иисус не просто рассказывал истории толпе. Он говорил им важные вещи. «Так и на небесах больше радости будет об одном потерявшемся грешнике, который покаялся и вернулся к Богу, чем о 99 других, кто праведен и не отдалился от него». Это показывает, как сильно Бог любит нас. Он любит нас так сильно, что оставит даже 99 праведников, которые знают, что их защищают, и пойдет искать заблудшую овцу, которая больна, овцу, которая одинока. Он бросит все и пойдет искать ее. Если вы когда-нибудь случайно выясняли, что ваш ребенок делает что-то плохое, то вы понимаете, о чем я. У меня такое было не раз. Иногда это выяснялось на людях. Я видел, что мои дети делают что-то не так. И это происходило в местах, где было много народов. Я хватался за голову, брал их за руку и уводил оттуда. Иногда они спокойно уходили со мной. «Хорошо, папочка, куда это мы идем?» Ты, наверное, хочешь скорректировать мое поведение. Но в большинстве случаев это происходило так. Я хватал их за руку, они знали, что натворили дел, и поэтому мне приходилось буквально тащить их за собой. Они сошли с верного пути и натворили дел. Но вспомните, как Иисус относился к заблудшим овцам. Он шел за ними и искал, пока не находил. Ведь так? Он не тащил их за собой, он нес их. Он заботился о них. Обратите внимание, как он их любил. Он заботился о них, и когда они возвращались домой, он радовался, потому что он нашел того, кто заблудился. Он говорит нам, что на небесах больше радости будет об одном грешнике, который покаялся и снова обрел Божью любовь. Мы прочли о том, как помогает Иисус тем, кто заблудился. А теперь еще один вопрос. Что бы сделал Иисус для тех, кто намеренно не послушался Его? Сейчас я расскажу вам о блудном сыне. Многие из вас знают эту историю, но если вы вдруг не знаете ее, то сейчас я вкратце вам ее расскажу. У одного отца было два сына. Однажды один сын решил забрать все, что отец намеревался оставить ему после смерти и пойти странствовать по миру. Он решил, что не желает ждать того дня, когда отец умрет, а пожить на полную катушку прямо сейчас. В еврейском обществе того времени считалось, что если вы просили вашего отца передать вам наследство еще до того, как он умрет, то вы буквально говорили ему, «Для меня ты умер». Я возьму то, что причитается мне, и пойду своей дорогой. То есть прежде всего, сделав это, он оскорбил своего отца. Но отец отдал ему часть наследства. Если вы читали эту историю, вы знаете, что его сын отправился по миру и вел очень неправедную жизнь. Он делал все наперекор воле своего отца, наперекор тому, чему его учили. Он вел просто ужасную жизнь, принимал плохие решения. Намеренно принимал эти решения. До этого мы прочли о заблудшей овце, но этот человек сам решил уйти из дома своего отца. Он жил только сиюминутными удовольствиями. Я услышал эту фразу от пастора Марка. До этого я ее никогда раньше не слышал. Если вы не знаете, что такое сиюминутные удовольствия, то это развратная жизнь, полная разных безумств. Я рассказал вам об этом своими словами, но давайте лучше обратимся к Писанию, потому что там все сказано очень четко. Это Евангелие от Луки. В Библии сказано, что блудный сын в итоге расточил свое наследство и вернулся назад к отцу. Но сначала ему пришлось убирать за свиньями. Ему приходилось даже есть со свиньями. И вот он твердо решил вернуться в дом отца и сказал себе, «Я не могу больше быть ему сыном, потому что я растратил все его наследство. Но я могу стать рабом у него в услужении, потому что даже быть рабом у него лучше, чем я живу сейчас». А вот что сказано в Евангелии от Луки о возвращении блудного сына. И вот он вернулся домой к своему отцу. И когда он был еще далеко, его отец увидел его. И исполненный любви и сострадания, он побежал к сыну своему. Он обнял своего сына и даже целовал его. Мое сердце всякий раз останавливается, когда я читаю эти строки, потому что любовь отца к сыну здесь настолько безусловна. Его поведение очень сильно отличается от моего. Блудный сын не подавал ему никакого знака о своем возвращении. Он не посылал ему сообщения. «Отец, я приду к тебе покаяться». Я попытаюсь все исправить. Он не посылал отцу письма. Он просто вернулся назад. Мне очень нравится, как отец без всяких слов понимает намерения своего сына. Что делает отец? Он исполнен сострадания к своему сыну. Он исполнен любви к нему. И эти любовь и сострадания заставляют отца делать то, что он делает. Он бежит к сыну. И когда он добегает до него, он не хватает его за руку и не тащит домой. Он обнимает его. Он обнимает и целует его. Но давайте посмотрим, что было дальше. Сын сказал ему, «Отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном». Но его отец сказал своим слугам, «Быстрее, заколите откормленного теленка. Мы будем праздновать». Наденьте перстень ему на руку и обувь ему на ноги. Принесите одежду и наденьте ее на него. «Заколите откормленного теленка. Мы будем праздновать». «Ибо этот сын мой был мертв, и вот теперь он вернулся к жизни. Он пропадал и нашелся. Так что давайте веселиться». Он радуется произошедшим. Радуется тому, что его потерявшийся сын вернулся домой. Его потерявшийся сын намеренно согрешил против него. Он сошел с верного пути, но потом осознал, что нужно покаяться. В этой истории мы можем видеть всеохватывающую, безусловную Божью любовь. Мы видим ее, когда отец бежит к своему сыну. Он даже не знает, зачем сын пришел к нему. Но из сострадания он бежит к нему. Бог готов поддержать нас даже тогда, когда мы намеренно грешим против него. «Иногда нам нужно просто сделать так, как сделал блудный сын. Давайте вернемся к нему». Мне хочется особенно подчеркнуть для вас слова, которые сказал блудный сын. Такие слова. «Я уже не достоин называться твоим сыном». «Блудный сын сказал так, потому что смотрел на любовь своего отца с неправильной точки зрения. И мне кажется, что я тоже порой смотрю на любовь нашего отца с неправильной точки зрения. Мне кажется, что и наша церковь часто смотрит на любовь нашего отца с неправильной точки зрения. Мы считаем, что его любовь — это договор, а не завет. Давайте в этом разберемся. Посмотрим, что такое договор. Если одна из соглашающихся сторон имеет что-то против договора, то договор расторгают. Его аннулируют. Лица, заключившие договор, соглашаются исполнять свои обязательства до тех пор, пока остальные участники этого договора исполняют свои. Поэтому, когда блудный сын возвращается, он говорит, «Я сплоховал, и я знаю это. Я осознал это и пришел сюда. Я готов быть у тебя слугой». Но что делает отец? Разве он обращается с ним как с рабом? Нет, он обнимает его как сына. Блудный сын относился к любви своего отца как к договору. Он считал, «Я нарушил свои обязанности, поэтому ты не можешь больше любить меня». Когда мы общаемся с Богом, мы часто совершаем ошибки. Спотыкаемся. Неосознанно или осознанно делаем что-то плохое и хотим покаяться. Нам плохо от того, что мы сделали. Мы считаем, что больше не достойны Божьей любви, потому что относимся к ней не как к безусловной заветной любви, а как к договору. Потому что заветная любовь — это завет. А завет — это когда обе стороны соглашаются исполнять свои обязательства, даже если другая сторона их не исполняет. Если одна из сторон нарушает соглашение, другая продолжает делать то, о чем было подписано соглашение. Помните, ведь в Писании сказано, что Бог верен нам, даже если мы неверны Ему. Но почему? Потому что Он не может отрицать себя. Он не может отрицать любовь, которая есть у Него для всех нас. В Евангелии от Иоанна сказано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. А сейчас я хочу обратиться к псалтерю. Я очень люблю читать псалмы, а в этом году я читаю по псалму в день. Я составил себе план чтения Библии, но псалмы я люблю больше всего. Они буквально зажигают во мне огонь. Потому что в псалмах мы можем везде видеть всеохватывающую Божью любовь. Когда в моей жизни происходит что-то, с чем никто из вас не хотел бы столкнуться, то тогда я открываю псалмы, и Бог направляет меня через них. Прочту вам стих из псалма, который я недавно прочитал. Это 135-й псалом. И тут сказано, «Славьте Бога небес! Его преданная любовь длится вечно». Я обожаю эти слова, потому что его любовь — это недоговорная любовь, которая длится лишь какое-то время. Его любовь и его преданность в любви длятся вечно. Его безусловная любовь — это замечательная вещь. Она не дает нам право грешить и злоупотреблять Божьими славой и милостью. Хоть Бог и прощает все, они показывают нам Его благость. В послании к римлянам сказано, «Разве ты не видишь, как чудесно благ, кроток и долготерпелив Бог по отношению к тебе? Неужели это ничего не значат для тебя? Разве ты не видишь, что эта благость должна отвести тебя от греха? Она должна привести вас к покаянию». Завет безусловной любви дает нам возможность понять, где мы сплоховали. Мы не должны бежать от Божьей любви. Мы должны обратиться к Нему, а не бежать от Него. Мы прочли, что сделал бы Иисус и как Он относится к заблудшим овцам и блудным сыновьям и дочерям. Сегодня хочу продолжить говорить об этом, потому что это абсолютно безвозмездный дар нам, и Он дает нам понимание, как передать Его другим людям. Это абсолютно безвозмездный дар нам, и Бог желает, чтобы мы несли Евангелие миру. Если у нас в сердце горит огонь благое вести Иисуса Христа, то мы признали Иисуса своим Господом, а еще на нас лежит великая ответственность, которую даровал нам Бог, учить этому и проповедовать об этом, куда бы мы ни пошли. Давайте посмотрим, что мы должны делать касательно евангелизации. Мне кажется, что лучшие строки о евангелизме можно найти в Евангелиях. Мы должны помнить, что это наша миссия и наше предназначение, ведь мы веруем во Христа. Вот что сказано об этом в Библии. Иисус приблизился и сказал своим ученикам, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле, поэтому идите и делайте учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите этих новых учеников соблюдать все, что Я повелел вам. И будьте уверены вот в чем. Я с вами во все дни до скончания века». Знаете, почему я сегодня так воодушевлен? Потому что сегодня после службы в 11 часов и в 17.30 мы будем крестить людей в воде крещения их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы расскажем, что Иисус сделал для них, а затем они войдут в воды баптизмы и перейдут на следующий уровень. Если вас это не воодушевляет, то вы потеряли сердце Бога. Мы должны радоваться тому, что люди приходят к Иисусу и крестятся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому я советую вам остаться до следующей службы. Вы сможете воодушевить этих людей и помолиться над ними, потому что Бог вскоре сделает для них просто замечательные вещи. Но давайте вернемся к евангелизму. Сегодня хочу особо подчеркнуть несколько важных вещей, а именно то, что сделал Иисус, и то, что должны делать мы. Во-первых, мы должны осознать свою роль. Это поможет нам избавиться от стресса. Я понял это, когда только стал работать в служении. В чем же заключается наша роль? Мы должны сажать и поливать то, к чему призвал нас Бог. У нас есть ответственность сажать и поливать это, потому что мы знаем, что сделал для нас Бог. Вы помните притчу о сеятеле и семенах? Один человек сеял поле. Он просто бросал повсюду семена? Что символизируют здесь семена? Слово Божие. Он просто бросал семена повсюду. Потом они вырастали, и вот пришло время собирать урожай. Мы тоже должны делать так. Наша задача — нести Евангелие и распространять Слово Божие. Потом придет время сбора урожая. Потому что в этой притче сказаны просто удивительные слова. Там сказано, что все зависит от почвы, в которую попадает семя. А Бог увеличивает их. Все, что нам нужно сделать, так это продолжать сеять семена. Поэтому я хочу воодушевить вас сегодня. Если вы перестанете сеять Слово Божие, вы перестанете сеять семя Благой Вести Иисуса Христа. Вокруг нас есть столько семян. Просто соберитесь и начните нести Евангелие там, где вы живете. Во-вторых, вы должны видеть свой круг влияния вечной цели. Я много работал со Словом Божиим и знаю, что порой это нелегко. Это большое испытание. Многие люди вокруг думают, мне хочется, чтобы этот парень ушел. Мне хочется, чтобы он оставил меня в покое. Я хочу, чтобы он перестал рассказывать мне все это. Мне очень хочется, чтобы он перестал об этом говорить. Мы должны изменить свой ход мыслей, потому что Бог поместил вас на землю не просто так. Сколько из вас верят, что для каждого из вас у Бога есть свое предназначение? Допустим, вы получили желаемую работу, и знаете почему? Ее даровал вам Бог. Бог дал вам право вести ваш бизнес. Поэтому мы должны внимательно изучать те места, куда мы идем, и сопоставлять их с вечной целью. Это может быть ваша семья, ваши коллеги, ваши соседи. Это может быть даже обычный поход в магазин или ресторан. Если вы не любите такие места, как и я, но цените общение с людьми, посмотрите, возможно, проблема ваших знакомых. А еще вы должны не забывать молиться. Знаю, что это непросто, но иногда мы забываем об этом. Мы должны молиться за тех, кто еще не вошел в Царство Божие. Мы должны молиться за них, проповедуя им Слово Божие. И сея семена в их жизни. Потому что кто приносит нам прибавление? Это Бог. Но почему Бог приносит прибавление? Потому что мы просим об этом Бога. В-третьих, важно идти туда, где есть люди. Обратите внимание на слово «есть». Это очень просто. Мы можем ждать моменты, когда люди сами пойдут к нам. Мы ждем, пока они сами подойдут к нам, и думаем, что это принесет нам больше интеллекта. Но этого не произойдет. Мы должны сами сделать первый шаг. Помните, как сказано в Библии? «Идите и проповедуйте это народам». Мы должны что-то сделать сами. Мы не можем просто сидеть на месте. Просто сидеть по домам. Вы не можете никуда не выходя доносить это до других людей. Вы не можете никуда не выходя исполнять свое великое Божие предназначение. У меня самого это не с самого начала получалось, но передо мной ставили задачи, словно напоминая мне, зачем я здесь, в чем заключается мое призвание. Знаете, как здорово увидеть благость Божию в вас самих. Повернитесь к соседу и скажите ему, «Бог благ, а еще Он благ в вас». Давайте откроем Евангелие от Матфея. Там сказано «Вы свет мира». «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Остановимся, потому что я хочу рассказать вам о человеке, вместе с которым я работал. Мы вместе служили Господу. Как-то он рассказал мне свою историю. У него была хорошая работа. И вот однажды он посвятил свою жизнь Господу. Он принял Христа. Он буквально загорелся. Он рассказывал всем на работе о церкви и Иисусе. Он приглашал всех туда. Но они были беспощадны к его евангелизму. Помню, как он рассказывал мне одну историю. Как-то к нему подошел один парень с работой. Он был очень возбужден. И сказал, «Я ведь тоже христианин». Мой друг тогда был совсем неопытен. И по своей неопытности он спросил его, «Правда?» Но как-то узнал. Но этот парень уже много лет служил Богу. То же самое происходит и с нами. Запомните, в Библии сказано, что вы — это свет. Послушайте меня. Вы — это свет мира. А город, стоящий наверху горы, не может укрыться. В Библии сказано, «И зажегши свечу не ставят ее под сосудом». Правда, это глупо? Допустим, я возьму фонарик и накрою его чем-нибудь. Какой смысл это делать? Какой смысл, неся свет, скрывать его? Какой смысл быть светом во тьме, если мы не можем выйти оттуда, чтобы люди нас увидели? Тут сказаны очень мудрые слова. Но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы делаем хорошие дела не из гуманизма. Мы проповедники Благой Вести Иисуса Христа. Мы верующие. Мы — это те, кто идет Его путем. Поэтому все хорошие дела, которые мы делаем, мы делаем не просто так. Мы делаем их во имя благости и славы Божьей. Мы должны продолжать быть огоньками, которые горят во тьме. Мы не можем быть светом мира, не выходя из дома. Мы должны светить и у себя на работе. Подумайте о свете, который горит у вас дома. Это яркий свет. Но что мы делаем? Мы берем этот свет и приглушаем его. Мы накрываем его различными тканями и абажурами, чтобы он был не таким ярким. Но Бог хочет от нас не этого. Бог не желает, чтобы мы приглушали свет, который Он поместил в нас. Иисус сказал «Я» — это свет мира. А еще Он сказал «Вы» — это свет мира. Так пусть свет Иисуса горит в нашей жизни. Мы должны быть людьми, которые служат другим. Но прежде всего, мы должны служить Иисусу. Мы должны быть церковью, которая будет постоянно стремиться повлиять на общество. Потому что если мы не будем этого делать, мы превратимся в некое тайное сообщество. И тогда другие люди будут подозревать нас во всяком. Что они вообще там делают? А вот что будет, если мы сконцентрируемся только на себе. Мы не должны быть тайным обществом. Тайна Благой Вести Иисуса Христа прекрасно известна нам. Другие люди не знают, что происходило в Ветхом Завете, в книгах пророков и в Евангелии от Луки. Но мы находимся на другой стороне. Мы знаем, что ждет нас после смерти. Мы находимся на другой стороне, на стороне Воскресения. Поэтому мы должны понимать тайну Благой Вести Иисуса Христа, чтобы спасти наши души. Мы не должны быть тайным обществом или загородным клубом. Мы — это церковь, которая живет. И сейчас пришло время, когда мы должны со всей смелостью нести наш евангелизм. Мы должны со всей смелостью нести наш евангелизм и быть готовыми взять на себя риск жертвенности. Потому что Иисус принес самую великую жертву в мире. Только подумайте об этом. Смогли бы вы пожертвовать чем-то ради вашей жены, ваших детей и знакомых вам людей? Если бы вы пожертвовали чем-то ради них, то вы бы пожертвовали ради тех, кто вам дорог. В этом нет ничего плохого. Но только подумайте. В Библии сказано, что все мы грешники, и Иисус умер за нас. Бог принес в жертву Своего Сына. Это была самая великая жертва в мире, потому что она касалась не только какой-то группы людей. Она затрагивала все человечество, всех нас, нас, живущих сегодня, и даже тех, кто придет после нас. Эта жертва не должна быть принесена в пустую. Поэтому сегодня я заключаю завет с нашим отцом. С этого дня я буду нести благую весть Иисуса Христа всюду, куда я только пойду. Аминь. Буду с вами честен. До этого моя молитва была направлена только для 99 праведников. У всех нас, служащих Господу, есть какие-то свои проблемы, с которыми мы боремся, но у нас есть мы, а сердце Христово открыто даже тем, кого тут нет, кого нет на этом месте. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин